Здравствуйте! В эфире новости губернии в студии Ильдар Кагиров. В начале выпуска коротко о главных темах. Бросил все, чтобы остаться в живых и помогать другим. Врач из Украины теперь лечит самарцев. Как начинают жизнь заново те, кто у себя на родине потерял все. И на что могут рассчитывать в 63-м регионе. Расскажем в выпуске. Город с приставкой «Нано». Не потому что маленький, а потому что инновации на каждом шагу. В Тольятти завершила свою работу Всероссийская летняя школа юных изобретателей. Чему научили взрослых пока сами на каникулах. Бизнес-идеи, без которых теперь не обойтись, увидела и наша съемочная группа. Будущее, которое так и не стало настоящим, и иллюзией на странных берегах. В Самаре стартовал фестиваль из области научной фантастики. Куда приводят мечты, теперь точно знают наши корреспонденты. Опыт Самарской области по развитию села оценили на окружном и федеральном уровне. Сегодня в Оренбурге прошел Приволжский день поля. Участие в работе форума приняли главы регионов. Самарскую область представил Николай Меркушкин. Последние достижения отрасли от техники, самолеты, трактора, сейлки, уж совсем удивительные экспонаты до готовой продукции представили аграрии со всего округа на специализированной выставке. А проблемы АПК обсудили в рамках форума уже на совещании с министром сельского хозяйства России Николаем Федоровым и полпредом президентов ПФО Михаилом Бабичем. Одна из характерных особенностей нашего округа, что более 30% населения проживает в сельской местности. И для нас сельское хозяйство является не только мощнейшей подрослой экономики, но и важнейшим социальным фактором. Появилась новая техника, создаются социальные условия для того, чтобы пришли молодые специалисты, модернизироваются фермы, появились уже высокоинтеллектуальные производства на селе, и эта тенденция нарастает. Но, конечно, нам необходимо все вместе предпринять необходимые усилия для того, чтобы этот потенциал развивать и создавать все необходимые заделы, для того, чтобы действительно на селе было работать не просто почетно, но комфортно. Николай Меркушкин выступил на совещании с докладом. В этом году на поддержку села из областного федерального бюджетов направят беспрецедентную сумму свыше 7,5 миллиардов рублей. Результаты уже заметны. За первый квартал 2014-го объем воловой продукции увеличился на 7,1%. До 2 миллионов гектаров увеличена общая посевная площадь. На 20% вырос воловой сбор зерна. По предварительной оценке он составит 2 миллиона тонн. 63-й регион занимает первое место в ПФО под темпом роста поголовья крупного рогатого скота и единственным недопустившим его снижения. Проводится комплекс мер по адаптации аграрного сектора к условиям работы ВТО. С 2013 года введена система стимулирующих субсидий. Они выплачиваются по принципу «где лучше поработали, там больше получили». Сумма дотации определяется на основе показателей эффективности. Особенно важно это для поселений, где доходы ограничены и каждый бюджетный рубль на счету. Николай Меркушкин отметил позитивные сдвиги не только в производственной, но и в социальной сфере. На селе продолжает расти рождаемость. А сельские территории становятся привлекательнее для жизни. Это результат комплекса мер по привлечению молодых специалистов и создания необходимой инфраструктуры. Николай Меркушкин в решении идти на досрочные губернаторские выборы поддержали профсоюзные организации Самарской области. Накануне глава региона провел встречу с активистами проф.ячеек. Или об увеличении темпов строительства доступного жилья, об увеличении заработной платы, учреждении специальных наград и званий для лучших работников. А еще о том, почему прийти на выборы нужно каждому. Подробности далее. Две с половиной тысячи человек в зале. Это и врачи, и учителя, соцработники, заводчане. О том, что на людях этих профетий держится государство, объяснять не приходится. Поэтому руководство региона так много внимания уделяет поддержке рабочих профессий. Учрежден целый ряд наград для специалистов в различных отраслях. И нам в этом отношении удалось кое-что сделать. Может быть не все, но достаточно много. Мы на самом деле начали, как уже было сказано, праздновать все праздники профессиональные. Для того, чтобы люди, которые работают в разных отраслях, могли увидеть, что в том числе власть к ним по-человечески относится. Особые слова благодарности хотелось сказать вам, конечно, за увеличение заработной платы всем социальным работникам. На встрече подводят своего рода итоги полугодия. В промышленности и сельском хозяйстве серьезный рывок вперед, если сравнивать с аналогичным периодом 2013-го. В сфере жилищного строительства новостройки эконом-класса стали возводить больше. И тут важно момент не упустить. Высокая явка на выборах обратит внимание руководства страны на регион и привлечет дополнительные средства из федеральной казны. Сделав этот шаг, чтобы как можно быстрее, не на будущий год, не в 2017 году, когда у нас были бы выборы, для нас самих показать, для нас самих, показать в центр, в страну, руководству страны и показать нашим недругам сегодня, за пределами нашей страны, что мы самарцы стали другими. Он многое делает, чтобы мы, как принято у нас говорить, свой портфель заказов расширили, и мы его расширяем, и мы двигаемся вперед, и мы понимаем, насколько трудно, и мы теперь понимаем, насколько здорово иметь своего человека в отстаивании этих интересов наверху, я так скажу. В завершении встречи профсоюзы передали Николаю Меркушкину свое предложение к предвыборной программе. Нина Ванина, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Вынужденные переселенцы с Украины, приехавшие из Самарской области, получат единовременные выплаты из регионального бюджета – 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом было заявлено во время видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов. Выплата предназначается только тем украинцам, которые приехали с мест боевых действий не раньше апреля, зарегистрировались в миграционной службе и уже смогли трудоустроиться. Также окажут помощь при подготовке детей к школе. По данным на 10 июля, в 63 регионе зарегистрировано 1028 граждан Украины. Это самый большой показатель среди других регионов ПФО. Сегодня для этой категории людей открыто более 2000 вакансий. В Самарской поликлинике будет работать врач с Украины. Из Краматорска он уехал вместе с семьей. Перебраться в Россию – вынужденная мера. Все, что строил долгие годы, пришлось бросить, чтобы остаться в живых. Как оказался в Самарской области, как устроился и чем здесь могут помочь таким, как он, узнала Ирина Трофимова. Запись вы ведете, что это дневник, давление впишите. Хорошо. Виктор Минаев осваивается на новом рабочем месте. В Самаре работает меньше недели, но уже ведет прием пациентов. На Украине создал собственную больницу и работал главным врачом. 12 лет строил дом. Но все это в одночасье пришлось бросить. Момент наступил тогда, когда уже три дня нельзя было ни спать, ни ходить ни на работу, нигде ничего. Когда разрывались уже снаряды за 200-300 метров от дома, прилетели самолеты и начали бомбежку. Это бомбежка хла аэропорта за 3,5 километра от дома. На Украину возвращаться после увиденного и не собирается. Теперь новый дом – Самара. Пока ждет оформление всех документов. Содействие оказывают местные соцслужбы. А найти работу помогли в областном Минздраве. Ценный кадр. Во-первых, он ценен тем, что у него огромный опыт. Все-таки у человека практически 20-летний опыт работы в здравоохранении. Во-вторых, это мужчина, который может работать и уже работает с полной отдачей сил. И это человек, который может делиться своим опытом, привезенным из Украины. Вопрос с трудоустройством врачей с Украины на территории 63-го региона уже решен. В сентябре на базе Государственного медицинского университета будет организован специальный курс, в ходе которого медики пройдут дополнительную сертификацию российского образца. Ирина Трофимова, Олег Айдаров, Новости губернии. 6 тысяч нарушений за полгода выявила областная прокуратура в сфере ЖКХ. По выявленным нарушениям выдано свыше тысячи представлений. Возбуждено 11 уголовных дел. К различного рода ответственности привлечено полторы тысячи сотрудников коммунальной сферы. За полгода в прокуратуре рассмотрено более тысячи жалоб от граждан. Особое внимание представители надзорного органа обращают на долги в коммунальной сфере. По состоянию на 1 июля текущего года имеется большая кредиторская задолженность управляющих организаций. В размере свыше 3 миллиардов рублей. Работа управляющих компаний взята на контроль. Только по результатам принятия мер прокурорского реагирования в текущем году погашена кредиторская задолженность свыше 300 миллионов рублей. Город, которого больше нет, в Таэте завершил работу «Наноград». Место, в котором взрослые задачи решают одаренные ученики. Проект компании «Роснано», организованный в рамках программы «Школьная лига», собрал у Волжских берегов учащихся из 15 регионов страны. По улицам Удивительного города в последний день его существования прогулялась Ирина Грумеза. Придумать новый производственный продукт и продвинуть его на российском рынке, повысив имидж компании. Задание для школьников от косметической корпорации. Участники взялись за дело с энтузиазмом, определили наиболее употребляемый товар, мыло и решили обогатить его наночастицами серебра, алунитом и мицеллярной водой. Серебро очищает поры, препятствует возникновению первых признаков старения. Также оно является антибактериальным средством. Мицеллярная вода стоит из мицел, который схож с составом кожи. А алунит является минералом, который очень экономичным. 60 грамм этого минерала хватает на использование в составе мыла в течение целого года. Данил Горшков решал задачи, связанные с альтернативными источниками энергии. Именно здесь, в «Нанограде», он определил круг своих интересов. В будущем школьник из Ульяновска планирует разрабатывать систему управления атомными реакциями. «Нанограде» Данил второй раз и собирается приехать в этот удивительный город еще не однажды. «Наноград» — это, прежде всего, особая жизнь, где каждый может раскрыться, где каждый чувствует себя нужным и делает то, что важно, не только для него, но и для других. «Нанограде» каждый человек может реализовать свои скрытые таланты и добиться успеха. Жизнь «Нанограде» очень похожа на быт обычного города. Здесь есть свои районы, речной и центральный, есть администрация, во главе с мэром работают банки и биржи. Здесь существует даже своя валюта. За успешные бизнес-решения жители получают вот таких «Нанокотиков». На них можно приобрести реальные вещи. Вот, пожалуйста, даже очередь выстроилась за покупками. Такой подход создает ощущение реальной жизни. А задачи, которые решают школьники, самые настоящие, с которыми не могут справиться взрослые умы. Они немножко меньше знают, может быть, чем взрослые, в этом смысле меньше зашорены. То есть они могут себе позволить то, что по своим стереотипам, по психологии взрослые уже часто боятся предложить. Эксперты оценили кейсы в целом достаточно высоко, это очень важно. Несколько человек сказали, что идеи, которые предложат, отдельные, мы с ними будем работать дальше. Завершилась работа четвертого «Нанограды» вручением наград и призов самым ярким и активным участникам. Ирина Грумеза, Борис Кислица, Новости губернии, Тольятти. Самарский аэрокосмический университет получит 40 миллионов рублей на организацию высокотехнологичного производства на базе ВУЗа. Средства на эти цели выделит правительство страны. Планируется, что в проекте будут участвовать около 30 студентов, аспирантов и кандидатов на УГСГАУ. Результатом должно стать создание новой технологии в сфере искусственного интеллекта. Срок реализации – три года. Старт запланирован на август 2014. Самарский школьник стал победителем международного конкурса «Чтецов». Его проводил Государственный литературный музей в рамках празднования 200-летия Лермонтова. Жюри девятиклассника 63-го региона поразил проникновенностью и совсем не детским прочтением любовной лирики. В итоге из 700 участников выбрали именно его и пригласили в Тарханы на церемонию награждений. Даже попросили выступить на бис. Марина Баркова о том, как когда-то скромный троечник, мечтавший вообще о карьере футболиста, стал звездой уже не только школьного масштаба и прославился на всю страну. Спасибо вам за то, что не любили. За нелюбовь нельзя корить. Спасибо, что на мир глаза открыли. За то, что я продолжил дальше жить. Март 2014 года. Самарский девятиклассник читает Лермонтова. Видеоролик записан в школьном фойе. Фотокамеры одноклассницы отправлен в Государственный Лермонтовский музей на конкурс к 200-летию поэта. Июнь 2014 года. Выпускной девятого Г-класса. Накануне руководство школы узнало, что неприметный Андрей Танцес признан победителем международного конкурса чтецов. Из 700 с лишним видеоработ его прочтение Лермонтова признано лучшим. Июль 2014. Тарханы. Всероссийский Лермонтовский праздник собрал 20-тысячную толпу почитателей поэзии. В числе почетных гостей народные артисты Сергей Безруков, Арестар Халиванов и Осип Кобзон. Юный самарец впервые из стен школы вышел к огромной аудитории. Эта поездка – награда за победу в международном конкурсе. Отныне стану наслаждаться и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Превращение неприметного троечника в мастера художественного слова произошло внезапно. Письмо Онегина Татьяне у школьной доски Танцес прочел так, что класс замер. Я удивилась, что этот мальчик, совсем молоденький мальчишка, может так, вот, обладает какой-то, наверное, мужской мудростью, что ли. Вроде бы, вот, ну что он там в жизни-то может пережить, чтобы вот так вот прочитать. И вдруг мы вот услышали вот это. Это было здорово. Когда он читает в классе, у нас все записывают его на телефон. Не важно, что он читает. С тех пор Андрей всерьез заболел поэзией, засыпал и просыпался под аудиозаписи Хабенского и Безрукова. Когда я читаю Есенина, у меня, Есенина, у меня Безруковское произношение, ну, как бы, его эмоции у меня, вот, я беру его. Вот иногда у меня свое прочтение, вот, например, так, письмо Онегина к Татьяне, знаете, вот, тоже всем нравится, вот, я вот сам рассказываю. Томики, Пушкина и Лермонтова подросток носят в рюкзаке, даже на тренировку. Андрей Танцес – член футбольной команды спортивной школы Олимпийского резерва. Но даже если не повезет стать профессиональным футболистом, в планах Андрея выучиться на тренера. Не Пушкин уже воспитывает в Самаре настоящих гениев футбола. Марина Баркова, Александр Дмитриев, Новости губернии. Мечтать разрешается. В литературном музее открылся фестиваль мира и утопии. Весь июль самарцев ждут концерты под открытым небом, увлекательные лекции и кинопросмотры. Главная тема встреч – мечты и иллюзии. Куда они приводят и чем опасны. В дивный новый мир окунулась и Ася Кандаурова. 20-30-е годы прошлого века – время грандиозных планов и больших надежд. Людям обещали безоблачное, светлое будущее. И только немногие деятели искусств почувствовали, к чему это на самом деле приведет. Евгений Замятин, Олдес Хаксли, Алексей Толстой один за другим пишут антиутопии, в которых дивный новый мир оказывается не таким уж и счастливым. На выставке «Берег утопии» рассказывают, как мечтали о будущем почти 100 лет назад. Увлекательный экскурс в историю литературы и интерактив для зрителей, чтобы они тоже могли помечтать. Мы сейчас живем в эпоху киберпанка, то есть в ту эпоху, в которой, собственно, уже все мечты, они как бы реализованы. Но все-таки есть какая-то надежда на то, что можно сделать что-то еще. Мне кажется, это сделалось для того, чтобы человек мог понять, что мечтать нужно очень осторожно и созидать необходимо, но очень хорошо понимая, что ты при этом делаешь. Этой выставкой открывается летний фестиваль «Миры утопии» в его программе, встречи с творческими людьми, кинопоказы и выступления артистов. В этот раз группы «Нео Трайб». Встречи будут проходить весь июль по средам в Литмузеи. Ася Кантаур, Валя Кайдаров, Новости губернии. Терракотовое панно «Энца Бабини» в Самаре в художественном музее привезли иллюстрации к божественной комедии «Данте Алигьери». Итальянский скульптор использовал материал недорогой, довольно стойкий к внешним воздействиям, в отличие от бумаги и холста терракоту, то есть особым образом обработанную глину. Эксклюзивную иллюстрацию увидела Татьяна Пудова. Здесь начинается путь в ад, а здесь Данте встречает мифических существ и грешников, обреченных на страдания. Самоубийцы, например, превращаются в деревья, собаки рвут в клочья расточителей. На экспозицию, которую привезли в областной художественный музей из Италии, каждое панно соответствует одной из ста песен божественной комедии. Художник Бабини отдал пять лет жизни этой истории, два года изучал мистический труд Данте, потом еще три переводил рисунок в керамику. Этот проект, он стал инновационным, потому что он в материале керамики, то есть это вот такие в размер листа бумаги А4, плакетки терракоты, терракоты обожженной глина. И на каждой плакетке, на каждой вот этой вот работе он иллюстрирует эпизод как песни. На одной из плит изображена сосновая роща в Равене, где похоронен Данте, в городе, где и родился, и живет сам Энсо Бабини. Отсюда начинается дорога в рай, прекрасная Беатрича в окружении ангелов. Вся комедия, наверное, как такая аллегорическая суть того, что вообще все страсти, все наши, и все в силах разума. Как раз недавно я прослушала аудиокнигу, и достаточно реалистично все работы представлены. Образы очень яркие такие. На каждой работе по несколько зашифрованных слоев. Эти терракотовые плиты 74 из 100, привезенных в Самару, только визуальная подсказка. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии. Пока это все новости. Всего вам самого доброго. В предстоящие выходные в Самарском регионе днем столбики термометров покажут 20-24 тепла. Ночью плюс 12-17 градусов. На севере и западе региона 20 со знаком плюс. На востоке и юге температура воздуха составит плюс 20-24 градуса. Ночью в Самаре 10-12 тепла. Днем в областной столице Итальяйте 20-24 выше нуля. Будет ясно и без осадков. Ветер северный сильный, порывы до 10 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова